Клево это, да? Клево! Вот это хорошая камера, кроме всего на улице минус 25, поэтому видите, какой дымок-то у меня изо рта. Я вам все это дело показал не включая усиление. Красиво? Да, красиво. И к слову о том, где мы находимся. К слову о том, откуда мы уезжаем домой. Естественно, Комсомольская 17, то же самое подразделение электросилы, где вы всегда можете купить то, что нужно. И обязательно потом еще то, что нужно, куплю. Я уже кое на что посмотрел. Мы же говорим про качество и цену. И на примере своей камеры скажу. Эта камера стоит реальный космос. Как 25 4К от Panasonic или круче, но 7 от Canon. Но так они не снимают. С такой скоростью вряд ли. С таким упорством тем более. С такой жаждой к жизни. Однозначно. Вы знаете, но благодаря Валерию Геммерерту я научился любить телевидение. Конечно, круче кино. Но от кино до телевидения у меня границы нет. Да, это космос. Но поверьте, он того стоит. Но мы говорим об обратном. О том, что реально необходимо. Но за этим мы либо бежим к специалистам, которых нет, либо оставляем, или меняем. От и до. То есть крутой ремонт, за который платить будем очень долго. Но зачем? Зачем дарить мужику вонючку? Подарите или дайте деньги, и он сам придет и на ваш подарок купит то, что он мечтал, но не имел. Опять не понимаете. Вопрос прост. Чем припаять, если нет паяльника? Нет третьей руки с линзой? Нет припоя с оловом? Нет цешки мультиметра? Приехали. Вопрос другой. Как без плоскогубца завернуть? Или как откусить без кусачек? Никак. То есть вещи нужные, и по сути каждый день они есть в электросиле. И мы говорили про цену в начале. Нет, это далеко не ТВ. И эти приспособы правильные, а цены минимальные. А то как же, а то как же, да-да-да, за моей спиной что есть? То, что никогда не ломается, по сути событий. Но если вы не будете честно ломать, то бишь очень сложно ломать допустим хороший бур. Но некоторые умудряются. Мы не будем говорить о том, что все это ломается. Это то, что будет куплено для вас, если у вас есть радость. А радость у нас какая? Радость у нас Новый год. Так вот, вместо того, чтобы вам бы дать что-то в подарок, вы скажите, что если честно, дайте мне лучше денежки. Знаете, а я потом приду сюда в электросилу и куплю себе то, что нужно. К слову о том, что здесь есть. Вау, здесь есть клепальщицы. Очень хорошая штука, реально. Потому что мне недавно в машину кто-то въехал, представляете, целиком разбил стекло на УАЗике. На УАЗике кто-то въехал. Что я сделал? А я пришел до этого. Сюда я взял себе клепальник и очень-очень аккуратно, убрав все то, что он нас косячил, сделал себе нормальное стекло. Просто обыкновенным, качественным клепальником, который продается здесь. Еще одна, в принципе, очень банальная тема. Очень банальная, и, кстати, совершенно недорогая тема. Потом, по сути событий, сколько все это дело удовольствие стоит. То есть, давайте все-таки объясним. Да, сейчас сложности, но мы с этими сложностями справимся. Но вопрос возникает, у вас, у меня, да и у всех. То есть, вот смотрите, если бы мне подарили хотя бы полторы тысячи рублей, полторы тысячи рублей, я бы себе купил вот такую качественную отвертку. Вообще-то, эта отвертка, пункт номер один, она не пробиваемая для электричества. Да-да-да-да-да, она не пробиваемая для электричества. Вот обратите внимание, чтобы это дело пробить, я не знаю, какое там напряжение должно быть. Ну, а чтобы вы смогли куда-то залезть и не коснуться электрических деталей, обратите внимание, она сделана, специальное покрытие. Оба-ца! А есть она у вас? А ее у вас нету. Другой вопрос, да. О! Это уже для тех, кто хочет что-то сделать со своей машиной. Я мечтаю делать что-то со своей машиной. Но не всегда я знаю напряжение в сети, правильно? А как вы его можете узнать? На язычок, что ли? Ну да, до 12 вольт вы еще язычку... Хотя 12 вольт тоже такой интересный вариант, если вы сможете померить. Но, что для измерения напряжение присутствует, кроме как вы еще и можете посмотреть собственно цел ли ваш провод, который вы потом поставили. Для этого есть цешечка небольшая, хорошая, качественная. Из той же небольшой категории финансовых соображений. Да-да-да-да-да! Представляете? Да даже просто подарите, зайдите сюда, пришли в гости, там мужик есть. Наверняка вы же придете к людям, у которых что-то все в принципе нормальное, то есть и мужик, и женщины. Мужику подарить, но вам знаете, сколько потом спасибо, который скажет? Слово о том, что я кое-что из той же оперы подарил, да-да-да-да-да, Олегу Бакирову. У них была свадьба, я ему подарил замечательный генератор, звуковой генератор, тот еще Советского Союза. Вы знаете, он до сих пор им пользуется и во многом благодарит меня. Да. А, простите, кое-что забыл. кое-что забыл, это вот на мне называется, бинокуляр. Вы забыли, наверное, но такое случается. В определенном возрасте зрение немножко начинает, ну, дальнозоркость. У тех, у кого было нормальное зрение, оно начинает дальнозоркость. То есть мы, в принципе, не сильно так, рядышком-то и видим. Хотя, с другой стороны, я занимаюсь стендовым моделизмом. А стендовым моделизмом вам и говорит, что иногда попадают вещи, которые вы, посмотрев вот так, даже близко, вряд ли это делать, увидите. Поэтому лучший вариант это бинокуляр. То есть я вам в очередной 30-й, 35-й, 80-й, ну, в общем-то, бесконечный раз говорю, что в электросиле есть те вещи, которые 100% необходимы на каждый день. Ну, и самое забавное, мы пришли сюда, да-да-да-да-да. Куда мы пришли? Вокзальная 5. Для того, чтобы показать вам вах, 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 мне один товарищ, мой любимый, Родион рассказал, что в принципе это можно в интернете взять, но по сути событий я это вообще в просьбе не видел. Оказывается, есть такие паяльники, мобильные паяльники, да-да-да-да-да, так вот, мобильный паяльничек здесь тоже есть. Ну, красотища. Причем, сделан он типа в России, но мы не будем говорить, что это типа в России, то и сделано. Другой вариант из той же оперы, что вам, естественно, тоже будет очень необходимо. Мобильным паяльникам вам было бы интереснее вариант еще и третья рука с линзой, так это тоже здесь есть. То есть, кроме обыкновенных мобильных паяльников, кроме линз, вообще есть все для пайки, естественно, и, естественно, замечательные паяльники из той же недорогой цены. То есть, в принципе, отдав небольшую сумму, вы потом понимаете, что это удивительный вариант, когда человек вам скажет огромное, за тем спасибо. да-да-да-да-да-да-да, вообще. Ну, ничего не буду говорить про круглогубцы здесь. Они тоже есть в большом количестве. Вообще, как бы, надо понимать, что вещи, которые используют металл, они как бы вообще, ну, можно их сломать, если сильно постараться, но в 99% случаев они вам реально сильно, очень и сильно даже помогают. Кроме, все прочее, мы про эти вещи вам и рассказываем. Теперь другие вещи, это, конечно, то, я не знаю, о чем идет речь, но, конечно, иногда вам необходим крутой специалист, но не всегда вам крутой специалист необходим, потому что, в принципе, кое-что приварить, вы это можете сделать сами. И, конечно же, то, что должно быть у вас, это стабилизаторы, это сварочные, это маски и еще электроды. То есть, есть смысл зайти сюда. И, если честно, когда вы все это дело приобретете для себя, вы уже поймете, почему бы я и не стал тем самым строителем, потому что вы знаете, что такое строители, не всегда они идеальный вариант. Знаете, что достает? Что нормальный алкоголь стоит дороже. Канина стоит больше, я не говорю про вискарь. Хлопчики, вот мой вам совет. Лет на 8 забудьте, а потом не поймите, что в сумму одного хорошего и отвязанного торча можно реально купить в электросиле все, все, все. А, не доехали. Впереди отдых, да и 23-е, не за горами. Чифрег. Лет 12, вот 3000 рублей. Вы купите все и паяльник, и припой, различные плоскогубцы, бинокуляры и много чего. Удовольствия в раз 10 будет больше, уж поверьте мне. В нашем существовании реально проживает тот, кто умеет делать многое и учится постоянно. Именно поэтому нас крайне сложно прогнуть, потому что, зная особенности, мы под них подстраиваемся. И не надо быть генералом в лице генерального директора, чтобы понять суть, зачем кормить тех, кто этого делать не умеет. Проще сделать самому. И вот так вот, и вот так вот. Конечно, электросил, поэтому два сюжета в этот дивный классический южноуральский мороз. Для того, чтобы вам показать, куда необходимо все-таки отправить своего мужчину, а может быть и женщину, для того, чтобы вы получили качественные товары. чтобы вы начин called? Что-то Wochenende и News of the передачи 이용자